Не секрет, что в Махачкаре добраться не от ложки до своего пациента не так уж и легко. Не все считают нужным уступить дорогу карете скорой помощи, от которой, возможно, в этот самый момент зависит чья-то жизнь. В связи с этим сотрудники ДПС регулярно в столице проводят профилактические мероприятия уступить дорогу спецтранспорту. А насколько уступают, увидел мой коллега Камиль Девятов. О времена, о нравы. Годом ранее на улицах Махачкалы мы могли видеть совсем иную картину. Карете скорой помощи просто могли не уступить дорогу. Подобное в столице происходило регулярно, но настало время перемен. Перемен в сознании людей и в этике поведения на дорогах Махачкалы. В последнее время очень большая положительная динамика есть, что люди лучше стали соблюдать правила езды и уступать стали лучше, чем раньше. Намного. Камиль Дибирасулов в течение 28 лет приходит на помощь людям. Выполняет свой долг. Он фельдшер скорой помощи. Ему приходилось бывать в разных ситуациях. И самое неприятное, когда водители препятствовали проезду. Есть люди, которые очень умели сами подсказывать, проходить, чтобы даже показывать, руками даже показывать, что можно проехать вот так. Ну нет машины, места, куда пойти. А есть случаи, которые уступают, не уступают. Молодой особенно. Молодые бывают, перед не ставят и ноль внимания даже. Они наушники ставят и ничего, сигнализация как будто не слышат они. Если скорая не уступает, они сами понимают, в любой момент может их не смотрят родственники. Если он не уступает, ему тоже так часто ситуация может в следующий день не попасть. Так что всегда уступайте дорогу. Соблюдайте дистанцию. За время проведения рейдового мероприятия сотрудниками ДПС не было составлено ни одного протокола и не было выявлено ни одного нарушения. Дорожные полицейские были приятно удивлены таким результатом. В городе Махачкалы проходят профилактические мероприятия, уступить дорогу спецтранспорту. Хотим обратиться ко всем водителям, чтобы соблюдали правила дорожного движения и беспрепятственно пропускать спецтехнику. Рейд показал, что махачкалинские водители видят, слышат и уступают дорогу автомобилям скорой помощи. Во всяком случае, сегодня это было так. Но делать вывод о том, что такая порядочность привилась нашим людям окончательно, рано. Поэтому подобные рейды будут проводиться регулярно.